Все началось ровно шесть лет тому назад, когда я только-только приехала учиться в Москву. Я была молодой, активной и красивой студенткой, среди всех меня невозможно было не заметить. В своей группе я была самой шумной и веселой девчонкой, когда я поступила в универ, то познакомилась с девушкой, которую вследствие считала своей новоявленной подругой. А она была моей полной противоположностью умной, скромной, но до ужаса фальшивой и лицемерной. И тут во втором семестре появился он, на первый взгляд ничем не примечательный мужчина, но все-таки привлекший мое внимание. Наверное он был самым умным, забавным и взрослым из всех встретившихся на моем жизненном пути. Он был преподом, в которого я влюбилась по уши своей глупой, наивной, детской любовью. На тот момент я просто любила, писала ему стихи, статьи, о которых рассказывала так сказать и своей бывшей подруге. Она все знала о моих чувствах и продолжала с ним тусить. Хотя мне она говорила, что они просто друзья и параллельно встречалась с парнем софт с ограниченными возможностями здоровья. Тот парень, действительно ее любил и ради нее был готов на все. А она все это время металась между ними двумя. Но не в этом суть моего послания. Мужчина, в которого я так сильно влюбилась и любила целых шесть лет, оказался просто ничтожеством, не способным никого и ничего полюбить. Хотя почему, он безумно любил себя и молоденьких студенток. Возможно так он просто самоутверждался и доказывал себе, что он еще ого-го. Вследствие чего был уволен из-за этого с работы. После университета мы с ним стали как бы встречаться, гулять. Вы не поверите, тут было все, не только хороший секс, но и романтики, знакомство с мамой и так далее. Встречались больше года и все вроде было ничего, пока вновь на горизонте не возникла та самая подруга. Хочется подвести итог о том, что я осталась одна, беременная от него. А он по-прежнему общается с той девчонкой и возможно у них там настоящая любовь. А я сижу и думаю, то ли это карма, но не пойму за что, то ли просто смех.